Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Перестройка Чучхе. Ким Чен Уин в свои 30 стал маршалом, появился на публике с женщиной и готов пересмотреть ядерный вопрос. Куда поведет Северную Корею молодой лидер? Дым в Томске, выжженная земля в Кургане, пожары в Челябинске и град в Москве. Аномалии лета в России. Россия с надеждой провожает на летние игры в Лондоне олимпийскую сборную. На главные всемирные соревнования в Великобританию отправляются более 400 российских спортсменов. И каждому, безусловно, хочется, чтобы и в его честь был поднят российский флаг и прозвучал государственный гимн. Сегодня в аэропорту Хитроу встречали первую группу наших олимпийцев. Ну а спортсменов, которые пока остаются в Москве, в Кремле принимал Владимир Путин. Президент пожелал им верить в себя так же, как верят в команду миллионы болельщиков. Наш обозреватель Павел Зарубин о последних напутствиях и вере в победу. На каблуках по брусчатке Красной площади они идут так, словно всегда, только в такой обуви и ходят. Хотя костюмы, одежда, безусловно, для спортсменов не совсем привычная. Боксеры, гимнасты и борцы, как увидели себя в ней перед зеркалом, так до сих пор под впечатлением. Как лорды выглядят. Неловко себя чувствую, но в одежде всего ничего не привычное. Перед отъездом в Лондон российские олимпийцы возлагают цветы к могиле неизвестного солдата. Общаются с болельщиками, случайными прохожими в самом сердце России. И это, конечно, особый момент. Процент эмоций, процент физической подготовки, он где-то бывает даже равным, а иногда даже бывает эмоции играют даже большую роль. Поэтому здесь заряд таких положительных эмоций, он никогда не помешает. У меня нет ни одной медали олимпийского достоинства, поэтому очень хотелось бы, чтобы у нас была. Чтобы медали были и желательно много, этого хочет, конечно, вся страна. Спорт, особенно спорт высоких достижений, это большая работа, труд, дисциплина. Конечно, это и удача, но это прежде всего вера в себя и умение победить себя самого. Вы много раз доказывали, что вы можете это сделать. Покажите нам это еще раз. Они упорно тренировались до самого отъезда, ведь олимпиаду любой спортсмен считает главным соревнованием в жизни. А если при этом тебе всего 20 лет, то не волноваться не получится точно. Надо, надо, надо. И сейчас тяжело, но когда приедешь туда, там будет легче. Команда у нас хорошая, потому что все как бы и молодые, и все друг друга знают, уважают. Самому молодому, я посмотрел справку, члену нашей сборной, 15 с половиной лет. А самый старший по возрасту, ему 51. Чувствуете, какая разница? И каждый может победить. Каждый из вас может победить. Пример для молодых спортсменов. Двукратная олимпийская чемпионка Нина Пономарева, завоевавшая для Советского Союза медаль на первых для страны летних олимпийских играх. Как только начинаются вот олимпийские игры, идут виды. У меня сын был маленький, говорит, мама, ты не заболела? Потому что я то метаю, то копье метаю, сижу дома дергаюсь. Иногда слезы тоже говорят о том, что человек счастлив. Я сегодня счастлива, потому что впервые за 60 лет я приглашена для того, чтобы проводить олимпийцев, отдать все, что во мне еще осталось. Немало спортсменов, для которых эта олимпиада будет не первой. Четыре года назад перед играми в Китае некоторые пытались учить китайский, теперь усиленно осваивают английский. Ну, английский я тебе помогу. По мнению олимпийского комитета, в Лондоне российская команда должна минимум 27 раз стать первой. По итогам прошлой олимпиады китайцы в Пекине завоевали наибольшее количество медалей и золотых медалей. Американцы были на втором месте, Россия была на третьем. Ну и сейчас примерно такое же соотношение сил перед этой олимпиадой. Всего Россию отправляют в Лондон 436 своих спортсменов. Больше всех легкоатлетов, пловцов, гребцов и пулевых стрелков. Путин рассказал им историю со стрельб, в которых сам когда-то участвовал. Подхожу к полковнику, который я проводил стрельбой, спрашиваю. А он такой здоровый мужик, я такой, слепой. Я говорю, товарищ полковник, в вашей группе кто лучше всех стреляет? Он за мясо, да? Командующий. Я говорю, а сколько он выбил? Не знаю, не считаю. Заключительная прогулка по центру Москвы и сборы в аэропорт. Многие спортсмены улетели в Лондон уже сегодня. Наши основные конкуренты, наверное, американцы, китаянки и румынки. А шансы, в нашем виде спорта нельзя ничего говорить о шансах, потому что вот как ты выйдешь, делаешь только, и этим будет ясно. Это не проходные соревнования, да, олимпиада. Считаю, что наша подгруппа довольно-таки сильная, и у нас нет слабых противников. Ну, я думаю, что настраивают вообще любого спортсмена на золото, да, как бы. И, в принципе, с таким же настроем и едем. До начала 30-й летней Олимпиады. Меньше недели. Безусловно, олимпийцам предстоит еще раз побывать в Кремле уже после игр. Честование спортсменов по окончании Олимпиады – тоже традиция. И олимпийцы обещают, что их будет с чем поздравлять. Павел Зарубин, Андрей Мельников, Александр Астонюкович и Иван Трусунов. Вести, Москва. И сегодня путешествие по Лондону начал главный символ Олимпиады – огонь. Первыми его приветствовали сотни жителей исторического предместия Гринвичи, где пройдут соревнования по пятиболю и конному спорту. Эстафета Олимпийского огня продлится в британской столице вплоть до самого открытия игр. Факел пронесут звезды спорта и спортсмены-любители, известные музыканты, политики, общественные деятели. А сегодня Олимпийский огонь будут нести самый юный и самый пожилой участники эстафеты – одному 12, другому 101 год. Ну и, конечно, особо впечатляющим было само прибытие огня в Лондон. Накануне морской пехотинец королевских ВМС спустился на тросе с зависшего над тауэром вертолетом. От лампы с Олимпийским огнем был зажжен факел, который передали знаменитые спортсменки. Олимпийской чемпионки по легкой атлетике Келли Холмс. Владимир Путин сегодня подписал закон о присоединении России к ВТО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В среду документ одобрили сенаторы, а еще недели ранее за него проголосовали депутаты Госдумы. Таким образом, через 17 лет после начала переговоров наша страна вошла в это крупнейшее экономическое объединение в мире. В Москве удалось договориться о льготах для отечественных производителей, которые сегодня не готовы на равных конкурировать с иностранцами. В первую очередь речь идет о сельском хозяйстве, автомобильной и легкой промышленности. Переходный период для них составит от года до 7 лет. Кроме этого, Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности некоммерческих организаций. Одно из положений закона, вызвавшее больше всего споров на стадии обсуждения, определяет статус иностранного агента для НКО, который финансируется из-за рубежа. В законе оговаривается, что данный статус относится только к организациям, осуществляющим политическую деятельность. НКО, работающие в области науки, культуры, религии, здравоохранения, спорта и благотворительности, иностранными агентами не являются. Кинокомпания Warner Brothers экстренно отзывает из мирового проката рекламный ролик своего нового фильма. В нем по сценарию преступники врываются в кинозал и расстреливают зрителей, точь-в-точь, как накануне в кинотеатре Денвера. Погибших 12, раненых 70, многие на грани жизни и смерти. В США объявлен траур. Свои соболезнования президенту Бараку Обаме выразил сегодня Владимир Путин. Уже установлено, весь свой арсенал 24-летний убийца приобрел на законных основаниях. Но, похоже, очередная нелепая трагедия не ослабит мощь американского оружейного лобби. О кошмаре, ставшем реальностью, Николай Дьяков. Это должно было произойти только на экране. Но трейлер фильма «Охотники на гангстеров» отозвали после того, как на показе другого блокбастера про Бэтмена произошло то же самое. Те, кто выжил, еще долго не забудут кошмары наяву. Все бросились к выходу. Я перепрыгал через кресло, поскользнулся на чьей-то крови и упал на девушку. Я стал ее толкать, говорить, что нам нужно бежать, но потом увидел, что она мертва. А потом у меня пробежал человек, у которого из шеи хлистала кровь. Это был кошмар. Сейчас на всех телеэкранах фотография убийцы. Ему 24 года. Зовут Джеймс Холмс. Он студент медицинского университета, которого вот-вот собирались отчислить. Всегда был тихим и вел весьма замкнутый образ жизни. Накануне от рук этого Тихони погибли 12 человек. Еще около 70 получили ранения. В США объявлен пятидневный траур. Флаги приспущены. В разных городах люди со свечами скорбят по жертвам бойни в кинотеатре. Мотивы выходца из Лос-Анджелеса по-прежнему не ясны. На вопрос «почему?» могли бы ответить родители, которые уже вылетели в Денвер. Но они лишь заявили, что скорбят вместе с родными и близкими погибших. И попросили журналистов не мучить их расспросами. То, что свою вылазку Холм спланировал задолго, стало ясно сразу же. При себе у него была автоматическая винтовка, дробовик и пистолет. А свою квартиру перед уходом он заминировал так, что взрывотехники уже вторые сутки не могут обезвредить бомбы. Лично я ничего подобного никогда не видел. Там кругом провода, взрывчатка, емкости с какой-то химической жидкостью. В квартире множество минловушек, и даже просто войти туда и не подорваться уже проблема. Мы еще будем выяснять, мог ли человек в одиночку соорудить такое. Но пока подозреваемый только один. Тем временем трагедия в пригороде Денвера вновь заставила задуматься, а так ли нужно каждой семье иметь оружие. Одно дело, если бы Джеймс Холмс собирал свой арсенал нелегально. Но он покупал оружие совершенно законно в одном из местных магазинов. Патроны около 6 тысяч штук. Он и вовсе заказал через интернет. В Колорадо, где все произошло, купить пистолет или винтовку вообще не проблема. Для этого нужно быть резидентом этого штата старше 21 года и не иметь судимости. Проверка личных данных проходит весьма формально и занимает в среднем 5-10 минут. В итоге только за последний год в США было продано почти 11 миллионов пистолетов и винтовок. Для сравнения, в России эта цифра чуть больше миллиона. Но даже после расстрела в кинотеатре немногие американцы считают, что законодательство в этой сфере нужно ужесточать. Я не думаю, что полный запрет на оружие решит проблему. Когда кто-то сходит с ума, его уже ничто не остановит. И если такой сумасшедший не сможет купить пистолет, он просто возьмет канистру с бензином и подожжет ее где-нибудь. Опять-таки ни Барак Обама, ни его соперник Мит Ромни, у которых сейчас в самом разгаре предвыборная кампания, вопрос о запрете оружия никак не поднимали. И зачем, если за ужесточение оружейных законов выступают только 44% избирателей. Поэтому у кинотеатров на следующий день все те же очереди на Бэтмена. И практически полная уверенность в том, что полиция в случае чего всех защитит. Я все равно пойду на этот фильм. И очень надеюсь, что больше никакой безумец не начнет стрелять по зрителям. На всякий случай я купила билет на последний ряд. И пока одни прощаются со своими близкими, другие уже считают деньги. По некоторым данным, после трагедии под Денвером, последний фильм трилогии про Бэтмена может побить рекорд по кассовым сборам. Николай Дьяков, Вести.